Всем доброго дня! Вопрос с контрактурами интересует многих. Эта тема вызвала очень большой интерес. И уже появились люди, которые диагностировали у себя мышечную контрактуру, которые спрашивают, помогает ли массаж и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, ваши вопросы, ваши утверждения уже говорят о том, что вы невнимательно слушаете материал, к большому моему сожалению, и делаете слишком поспешные выводы. Итак, прежде чем продолжить. Первое. Мышечная контрактура может маскировать все остальные. Если вы видите в начале диапазона пружинистое сопротивление, характерное для мышечной контрактуры, это не значит, что следом не идет соединительная тканная и костная. Вы просто не знаете, потому что вы не доходите до следующего этапа. Это первая заметка. Вторая заметка. Массаж нужен, но нужен массаж специальный. Называется массаж по Клитенборну Эвенту. И для расширенной подписки я обязательно покажу, как его делать. Что касается традиционных массажей или нетрадиционных, в некоторых случаях помогает точечный массаж, в некоторых случаях общий массаж, релаксирующий массаж. И здесь я обращаю внимание на свою публикацию в блоге Boosty Toury Hub по поводу инь и ян воздействия. Массажное воздействие точно так же классифицируется по видам, как и воздействие электрическим током. Поэтому необходимо соблюдать общие принципы инь и янг, активации и седации, для того, чтобы получить эффект от массажа. Особенно это касается массажа при мышечных контрактурах. Понятное дело, что в данной ситуации мы должны мышцу релаксировать, как бы успокаивать и обезболивать. И дальше я расскажу для подписчиков в блоге Boosty Toury Hub по поводу того, каким образом самостоятельно можно устранять мышечные контрактуры.